Я хотела бы рассказать про историю на 15-тысячнике в Казани, борьба за выход из первого круга с Анастасией Бурсой. Я проигрывала в третьем сете 2-5 и отыграла 12 матчболов. Это был достаточно трудный матч, но я боролась за каждый мяч, старалась не сдаваться. И, конечно же, каждый матчбол – это очень стрессовая ситуация и очень тяжелые моменты в матче, когда ты не хочешь упускать возможности и хочешь выйти в следующий круг этого турнира, достаточно престижного и важного для меня. Соответственно, я играла, старалась играть все в корт и атаковать, играть активно, выходить к сетке. Часто я просто решала сказать себе внутри своих мыслей, остановить все мысли, не думать о плохом. И решалась просто перестать думать и рисковать иногда, просто забивать, и получалось. И как-то мячи даже магическим образом попадали в корт, когда это совершенно не предвиделось. Вы раньше знали о теннисистке, которая отыгрывала за мяч 12 матчболов? Даже я не знал. 12 матчболов – это, я думаю, что, возможно, даже мировой рекорд. Рядом со мной Полина Павлова. Я упоминал ее имя уже чуть раньше, но сейчас я это констатирую и повторю снова. Полина Павлова – это любимая теннисистка полковника Жука. Теперь я это чуть-чуть поясню уже с камерой, направленной на вас. А в Казани, когда вы играли четвертьфинал, на трибунах Алексей Владимирович за вас очень сильно болел. Это было заметно, и это было, знаете, как будто бы он ваш дедушка, и для вас, собственно говоря, он явно не тоже чужой человек. И у меня вот эта ассоциация, как любимая женщина-механика Гаврилова, наша классика кино, здесь у меня прямо сразу полковник Жук – это любимая теннисистка. Давайте начнем с той ситуации, которая возникла в Казани на чемпионате России. Вы очень неплохо, в принципе, провели этот турнир. Немножко вспомним об этом соревновании. Как вы его для себя вообще оцениваете, насколько вы довольны тем результатом? Я к нему достаточно долго готовила, хотя нет, не очень долго. Я приехала 2-15 тысяч в Болгарии, где я достаточно хорошо выступила. Я совершенно с нулевым рейтингом прошла квалтом, первый круг, и была достаточно хорошая форма. Я потренировалась неделю, я тренировалась в ЦСКА под руководством Михаила Борисовича Чересалова, и также в других местах играла с девочками, и иногда с другими тренерами. Но ЦСКА, конечно же, это для меня очень важная база, и Алексей Владимирович ее предоставляет. Спасибо ему большое. На чемпионате России я выступила достаточно неплохо, я прошла до четвертого финала. В четвертьфинале я играла с Анастасией Тихоновой, которая достаточно хорошая теннисистка и российского тура. К сожалению, не смогла ее выиграть, но это был хороший матч и принес мне большой опыт. А Анастасия в итоге стала чемпионкой. В принципе, проиграть, наверное, чемпионкой, это скорее все-таки как плюс или минус, хотя это может быть неоднозначно. Я бы не сказала, что это плюс, но это определенный опыт, и это все в копилочку, как говорил мой бывший тренер. Все в копилочку. Давайте теперь по порядку. Следующая остановка у вас была снова в Казани. И как раз вот эта сумасшедшая история про 12 отыгранных матчболов, она случилась там. Вы можете вспомнить сейчас подобный пример из профессионального тенниса, женского, чтобы было что-то похожее? Конечно, с 2-5, с 1-5 у девушек это бывает. Но чтобы было 12 отыгранных матчболов, что-то подобное вы помните? Нет, я помню много матчей Халеб, Симона Халеб. Со Светолиной был на Ролангаросу, у нее что-то такое сумасшедшее, да? Да, она много очень матчей, она всегда постоянно борется, я равняюсь на нее. Она игрок, который никогда не упускает свои возможности, всегда работает, работает до конца, бьется, бежит за всеми мячами, даже которые иногда кажется, что достать невозможно, и я беру с нее пример. И, наверное, это для меня теннисистка, с которой можно брать пример. Она меня очень мотивирует. Ваша любимая теннисистка, можно так сказать, это Симона? Да, мне очень нравится Симона Халеб. Из наших теннисисток вы могли бы кого-то выделить, которые уже сейчас в топе, так скажем, находятся? Мне нравится Веснина, которая вернулась после родов, и олимпийская чемпионка, она все-таки в паре, и сейчас она вела в миксте второе место, и за третье место очень болели за нее всей семьей, но, к сожалению, не получилось. Но мне она очень нравится, Веснина Елена. Как вы считаете, вот вы отметили Елену Веснину, я бы хотел спросить о технической оснащенности. Вот, смотрите, Кузнецова, Веснина, ну, наверное, это самые две высокотехничные теннисистки наши. Вот, во-первых, согласны вы с этим, и, может быть, вы кого-то могли бы еще добавить к этому списку? Ну, можно сказать, конечно. У Светланы Кузнецовой техника более мужская, мне кажется, и она не очень близка ко мне. Ко мне больше близка, наверное, техника из российских теннисисток Вероники Кутерметовой. У нее достаточно хорошая техника. То есть вы, скорее, в этот ряд дальше ставите Веронику? Да, по-технически, да. Хорошо. Чуть-чуть мы, давайте, отвлечемся от других к вам. Скрывать ли ваш возраст, или можно об этом говорить вслух? Можно, конечно. Можно. Вам на данный момент 17. Да. А сколько времени вы уже посвятили теннису, и вот эти годы, они для вас все ли были такими счастливыми, беззаботными? Или это, скорее, какая-то такая вторая школа, второй, условно говоря, институт? Как вы оцениваете эти годы для себя, как для девочки, для девушки, вот по жизни, вот все эти годы, которые вы уже в теннисе? И сколько этих лет? Я пришла в теннис в 9 или 8 лет. Для начала это была вообще любительская история. Никто не знал, что я приду в профессиональный спорт. Я в первом классе занималась плаванием, рисованием, ходила в школу, бальными танцами. И также занималась теннисом в третьем или во втором классе. Мне родители сказали выбирать, что мне больше по душе и в какую профессию, или в какое дело я хотела бы больше всего погрузиться. И мне очень нравился теннис, и я выбрала теннис. Конечно, это очень финансово тяжелый, трудный вид спорта, для родителей особенно. Но я пообещала родителям, что я буду очень стараться, и я достигну больших результатов, если я буду работать. Родители у меня поверили. И меня взяли в спортивную школу ЦСКА. Я этому событию была очень рада. И получается, я занимаюсь теннисом 8 лет профессионально, ну 8-7 лет. И я много тренируюсь. Это для меня основная деятельность жизни. Я много тренируюсь, играю в турниры. Это постоянные перелеты, путешествия. Также много вопросов в школе, потому что раньше я была отличницей, и учителя много от меня требуют, чтобы у всех было немного шок, когда я в 7-м или 8-м классе перешла на очно-завочное обучение и стала много пропускать. Соответственно, я очень много учусь и тренируюсь. И это заставляет меня держать, ну, меня себя держать в тонусе. Я стараюсь всего этого придерживаться. Куча вопросов у меня в голове крутится. Давайте сначала по возрасту начала теннисной карьеры. Ну, то есть занятиям тенниса. Все-таки это не такое раннее начало, далеко не раннее, особенно в последние годы. Вот вы чувствовали, что вы в какой-то момент догнали, вот, ментально, тех, кто начинает с 3-4 лет. В какой момент это произошло? Вот как это все было? Наверное, лет в 16. То есть, в общем-то, не так давно. В 16-15. У меня день рождения 26 декабря, и это конец года, и я постоянно играла со старшими девочками в возрастной категории в РТТ. Обычно до 17-ти, до 13-ти я играла постоянно с девочками, которые старше меня, и они чаще всего меня опережали по возрасту. И когда я в 2019 году играла, я попала на восьмерку лучших РТТ, и это был очень важный для меня турнир. Я попала совершенно случайно, потому что Мария Тимофеева, я стояла девятая в списке, и Мария Тимофеева снялась, и это был в последний день, это был в пятницу, а турнир начинался в понедельник. И моему тренеру позвонили и сказали, вы попали на восьмерку лучших ваших учениц, вы будете играть. Мы в этот же день поехали регистрироваться, и так произошло, что этот турнир для меня был очень успешным. Мы не планировали играть, поэтому у меня билеты были на пятницу вечер, уже в Новокузнецке настроены на категорию номер 3, и билеты были достаточно дорогие. И родители не особо верили в меня, что я могла пройти в финал восьмерки лучших по России. И так получилось, что я, выйдя вторым номером из группы, я дошла до финала, и с финала мне пришлось сняться. Я заняла второе место восьмерке лучших в России. Так, а сняться все-таки... Из-за билетов. Билеты были достаточно дорогие. Вот так вот, да? Я-то почему-то изначально понял, что как раз с билетами вы по ходу уже как-то решали, решали, решали вопрос. Родители говорили, вот выиграешь, посмотрим, выиграешь, подумаем по поводу билетов, ну, поменять билеты, но уже в четверг было достаточно дорого менять билеты, и мы решили, что второе место для меня достаточно, и я что, еще успею выиграть тех девочек, которые в финале. Ну, начало, честно говоря, предвестающее такое, просто яркое, и я думаю, что оно незабываемое. А сейчас здесь вы с кем? С мамой. С мамой. Мама у вас является отчасти хотя бы тренером? Нет. Нет? Тогда чуть как-то поподробнее о том, каким образом вы видите тренировочный процесс на турнирах? Я просто играю со всеми девочками, договариваюсь, играю. Мама очень много, мама присутствует на всех моих турнирах, на всех моих тренировках. Мама всегда в процессе, ну, она достаточно много понимает, я всегда на связи со своими тренерами. Сейчас я тренируюсь у Михаила Борисовича Чесалова в ЦСКА, и еще у Оксаны Николаевны Родины Мишуковой, которая тренер сбора на ИТ-18. И я со всеми на связи, и часто мама снимает видео, и я ссылаю тренера, и они меня уже корректируют. А маму как зовут? Наталья. Наталья, просто это тоже очень-очень важный момент. Она вас позволяет критиковать как, что ли, не мама-дочку, а как, ну, скажем, учитель-педагог, спортсмена, ну, в данном случае это будет не совсем точная, что ли, формулировка, ну, подопечного такого вот, которого еще нужно вести, вести, вести к взрослой такой полноценной жизни. Критикует, не критикует, как это у вас происходит? Да, она мне помогает иногда говорить мои ошибки, говоришь, что там ноги когда-либо не работают, или там замах пораньше сделать. Мама достаточно хорошо понимает это. А есть моменты, которые вы слышите от нее, и как бы только вот что ли в первый момент начинаете задумываться, а, а ведь она права, а сами на это не обратили внимания? Или все-таки скорее вы соглашаетесь, и вы понимаете уже, и знаете, что у вас это есть? Да, я соглашаюсь. Мама очень часто видит мои ошибки, поскольку она с детства вместе со мной везде, поэтому я ей доверяю. Скажите, пожалуйста, как можно оценить, вот не двумя словами, а все-таки более так объемно, несмотря на то, что вот был проведен всего лишь один матч на этом турнире вами, как можно оценить вот этот опыт нынешнего турнира в Караганде? Плюсы можете какие-то отметить, найти? Я не успела климатизироваться, и я приехала с 15-тысячника, я приехала достаточно поздно, я летела всю ночь, и, к сожалению, не успела климатизироваться, поэтому этот турнир не особо много принес мне плюсов. Единственный плюс – это опыт, и, во-вторых, мы поняли, что мамы, что в другие часовые пояса здесь плюс 3 часа по сравнению с Москвой нужно приезжать как минимум за 2-3 дня, чтобы успеть прибиться к кордам, потренироваться и привыкнуть к времени. Скажите, а как происходит акклиматизация? Вот прямо вот если, что ли, на пальцах объяснить. 3 часа – это, может быть, еще и далеко не самый сложный переход, но что нужно сделать, чтобы войти как можно быстрее, но при этом не навредить здоровью? Что нужно делать, когда переезжаешь на… Тренироваться, ложиться вовремя, вставать. А как уснуть? Как уснуть раньше времени, например? Не знаю, просто лечь, и можно помедитировать. Ага, то есть есть, собственно говоря, варианты такие, что ли, ну, жизненные, по сути. Нет какой-то программы. Окей. А к второму турниру, который совсем скоро стартует, вы уже готовитесь под другим углом, наверное, да? Все-таки вы уже полностью акклиматизировались. Да, да, да. И себя спрашивать будете уже? Ну, результат уже, игры. Вариант, что вы попадете напрямую в основную сетку, есть что вайлкарта, например, да, в последний момент, обязательно будет квалификация? Это не Россия, думаю, да. Можете ли вы выделить сейчас тех девочек, с которыми вы тренировались, с точки зрения, ну, собственного интереса? Ведь все-таки, наверное, не с каждым человеком интересно тренироваться по разным причинам. Кого бы вы могли отметить, как у своих спарринг-партнеров, ну, отчасти спарринг, это, наверное, тоже не совсем верно говорить, но все-таки. Вот эти тренировки, которые вам, например, больше запомнились? Я люблю тренироваться с разными девочками, это достаточно приносит много мне опыта, и я стараюсь тренироваться с разными, потому что у всех теннис разный, все по-разному бьют, все, кто крутит, кто бьет более плоско, и для меня это определенные тренировки, определенный опыт. Мне со всеми достаточно хорошо тренироваться. А тогда о ваших самых сильных сторонах, ты как теннисистки, отметьте какие-то удары, какие-то элементы, какая-то вот стратегия, может быть, может быть, тактика. То есть, на чем вы бы сделали акцент? Подача? Форхенд, бэкхенд? Что? Что у вас самое-самое уже классное такое? Не знаю, все достаточно одинаково. Ну, одинаково хорошо. Одинаково хорошо. Ну, это уже здорово. А покрытие, какое вам удобнее? Я люблю и хард, и грудь, но больше результатов я показала на грунте. А на траве когда-то играли? Нет. А какое-то такое желание, любопытство есть или так? Как будет, так будет. Я достаточно спокойна к траве, потому что я играла несколько раз на траве, на сборах, и я бы не сказала, что это прям мое покрытие, оно слишком быстрое для меня, наверное. Мне больше нравится грунт. Мне бы еще очень хотелось, чтобы вы рассказали о том, как технически происходит заявка на турниры ITF. Со стороны, естественно, никто ничего не знает. То есть, вот как это происходит? За какое время до начала турнира вы должны что-то сделать, где-то написать? Ну, то есть, вот просто пошагово, как это происходит? Все очень просто. Есть программа в телефоне, определенный даже сайт ITF Women's, там есть свой личный кабинет, где написаны определенные сроки за три или за четыре недели. Нужно зарегистрироваться, если ты не поедешь, то просто сняться. То есть, там все очень просто. А получить доступ к этой программе можно с каким-то уже конкретным рейтингом, либо даже без рейтинга? Без рейтинга, главное зарегистрироваться и заплатить антрейфи, это входной. Понятно, да, да, да. А вот 25-тысячник, он финансово окупается в какой момент? То есть, что нужно сделать по проходу по стадиям? Ну, чтобы окупить, я думаю, нужно как минимум два круга пройти в основе. То есть, четвертьфинал? Да. Четвертьфинал. Можно ли проводить параллели с более высококлассными турнирами? Вот по, если категориям тоже такая же история, что окупиться может пара кругов. Или там, я не беру большой шлем, но вот 250, например. Ни разу не играла, не знаю. То есть, этого не знаете, окей. Очень хотел спросить, но вот до сих пор не решался пока, но вот сейчас все-таки спрошу. Когда вы впервые смотрели матч живьем, вот этот момент, например, у меня, вот я просто как пример приведу. Вот я, если себе задаю вопрос, когда я смотрел первый матч живьем, что я помню? Практически ничего не помню, но помню, например, автограф, который мне дала Анна Владимировна Дмитриевна. То есть, я к тому, что это может быть не связано непосредственно с матчем, непосредственно с игрой. Ваш первый поход на теннис как зрителя и вот эти эмоции, что помнится, если, конечно, что-то и помнится? Я ходила на турнир в АТБ клуба Кремля. Я смотрела Рублева, наверное, первый матч, который я помню. Я много уделяла внимания технике, потому что тренер мне сказал, на что именно обратить внимание, на чем я могла бы работать. И в основном я снимала и смотрела на его подачу, на его ритм. И, конечно же, мне очень понравилось. А вот раз вам Рублев вот так симпатичен, может быть, чуть подробнее о нем, буквально там хотя бы несколькими фразами. Я правильно понимаю, что из наших российских теннисистов он вам, ну, так симпатичен, что ли, по игре? Мне нравятся Рублев, Медведев, да. А у Рублева сейчас небольшой спад по карьере. А вы можете проанализировать причину этого? Нет? Нет, не особо скажу. Больше собираю себя двумя. А смотрите теннис параллельно, когда играете? Или на это время не хватает? Я имею в виду по телевизору. По телевизору смотрю. Ну, или по планшету, по всему. Да, смотрю, конечно. То есть вы относитесь к теннисисткам, которые теннис смотрят, потому что есть, которые вообще категорически. Нет, я смотрю его, конечно. Кроме Симоны Халиб, я так понимаю, что все-таки у вас каких-то таких сейчас прям сформированных уже предпочтений нет. Последний турнир Большого Шлема, который прошел в Юис Окун. Сумасшедший по неожиданности финал Родукана Фернандес. А вот ваше впечатление, все ли было как бы так вот, ну что ли, по чесноку, по справедливости? Я не имею в виду, что кто-то там плохо себя вел. Нет. Но вот на ваш взгляд вообще как? Мне очень понравилось. Особенно теннис Родукану. Но я считаю, что Фернандес, она прошла более сложной путь к этому финалу, и она выиграла более топовых игроков, Фернандес. Но и Родукана тоже очень хорошо играет, они играют обе в активный теннис. Они, мне кажется, дошли до финала за счет того, что они очень хорошо двигаются, внимательно, активно играют и борются до конца, и у них невероятное желание. А Фернандес или Родукана все-таки вам ближе? Так, по манере, что ли, игры, по-человечески, может, каким-то даже качеством? Родукана. Родукана. А мне Фернандес. Не знаю, но я-то смотрю со стороны. Я думаю, что мы сейчас будем завершать то, что пора вам на тренировку. Я хочу попросить вас вспомнить самый яркий момент, или один из самых ярких моментов в жизни, может быть, не связанный с теннисом, который, я надеюсь, запомнится соответственно и всем тем, кто послушает ваше интервью. Что-то необычное, что-то такое, о чем можно только вот так, что ли, вот, разведя руки и открыв широко глаза. Попробуйте вспомнить что-то. У меня очень много ярких моментов в моей жизни. Давайте хотя бы один тогда. Ну, я могу только рассказать о своей эмоции после матча, когда я выигрываю. Иногда даже после матча хочется просто сесть и ничего не делать, не растягиваться, не заминаться. Но это такое удовлетворение. Иногда даже после матча и после того, как ты сыграл тяжелый матч, ты ложишься и не можешь уснуть из-за того, что просто думаешь о том, сколько было розыгрышей, ты вспоминаешь те безумные розыгрыши по 60 ударов. Иногда у меня был один розыгрыш, когда девочка просто все возвращала в корт, а я все старалась бить. И розыгрыш был настолько длинный, что у меня в розыгрыше закончились силы. Я тоже начала откидывать мяч просто в корт, потому что очень хотелось выиграть. И в итоге я забила смеш, и после этого розыгрыша я просто упала на корт и лежала минуты три, наверное. Это был матч в Болу. И думала, господи, какое счастье выиграть этот матч. Не забываем впечатления. Ну что ж, друзья мои, лучезарная Полина Павлова, я думаю, что она полюбилась всем. Я очень рад, что я с ней пообщался. Я говорю ей огромное спасибо. Сейчас она убегает на тренировку. Сейчас она вот в буквальном смысле встанет и побежит на тренировку. Спасибо огромное, Полина, чтобы все было хорошо и много-много было побед. Я, честно говоря, в полнейшем восторге. Это, по-моему, было очень здорово. Это было просто классно. Полина Павлова в теннисном раю совсем скоро. Продолжение следует...